Виктор Коваленко стал главой управления ГИБДД Москвы Владимир Баршев, Александр Корольков. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Таким образом, временно исполняющий обязанности начальника столичного ГИБДД полковник Виктор Коваленко становится полноправным руководителем этой непростой службы. Читайте также, ГИБДД, число погибших в ДТП в Москве снизилось почти на треть. Напомним, что прежний начальник Александр Ильин покинул свой пост по личному заявлению и выслуги лет. Именно при нем активно начала развиваться система фото-видеофиксации правонарушений. Однако его служба ознаменовалась скандалом. В 2013 году была выявлена схема продажи прав, в которой участвовали 4 инспектора из 16 граждан. И несмотря на то, что, согласно доказательствам, все сюжеты по продаже прав относились ко времени, когда Ильин не был назначен начальником, он также получил взыскание. Ему было объявлено неполное служебное соответствие, которое позже было снято. Ушел на пенсию он в январе 2014 года. С тех пор командовали столичным ГИБДД лишь в РИА начальников. И вот на эту суровую должность назначен Виктор Коваленко, который, кстати, до того как стал в РИА, был главным борцом с автоагонами и криминалом на дорогах. Он родился 15 сентября 1965 года в поселке Успенко Лутугинского района Луганской области. В 1994 году окончил Донецкий институт внутренних дел. В 2006 году Московский институт экономики и культуры. Службу начал в должности милиционера-водителя ППСМ в сентябре 1988 года. Его послужной список насчитывает, пожалуй, все сферы деятельности Госавтоинспекции, инспектор ДПС, госинспектор по экологии, госинспектор технического надзора. В 2012 году он стал заместителем начальника столичного ГИБДД и возглавил 8-й отдел, тот, который занимается розыском. А в 2014 году стал исполняющим обязанности начальника ГИБДД Москвы. Читайте также. Приставы Москвы создали специальные отделы по взысканию штрафов ГАИ при этом сразу привлек внимание общественности к своей фигуре. Когда разгорелся скандал вокруг новой серии номеров столичного региона 777, он собрал всех заинтересованных, в том числе и защитников прав автомобилистов, и показал, как работает система присвоения и выдачи регистрационных знаков. Он также собрал руководителей автошкол столицы, чтобы показать, как работает новый экзаменационный центр, и выслушал все их пожелания по совершенствованию работы центра. Так как в столичной госавтоинспекции он работает довольно давно и почти целый год возглавлял ее в качестве исполняющего обязанности начальника, то и починенным не придется перестраиваться под нового неожиданного руководителя. Более-менее известны все особенности его как начальника. Строг? Строг. Именно благодаря его активным действиям так называемый план перехват начал приносить реальные результаты. То есть преступников действительно стали задерживать. Для этого полностью было пересмотрено все взаимодействие различных подразделений, а также на дороге появились контролеры. Как только объявляется план перехват, они тут же выезжают в назначенный район и смотрят, как работают сотрудники. И если кто-то занимается не теми задачами, то пощады не будет. Зато тем сотрудникам, которым удастся задержать подозреваемого, поощрение, причем вполне реальное, будет обеспечено. Читайте также. Читайте. 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 Читайте.